здравствуйте уважаемые зрители в эфире информационного агентства аврора шеф-редактор михаил кокарев эта программа слова делягина и с нами экономист михаил геннаджи делягин депутат фракции справедливая россия за правду в государственную дуну здравствуйте добрый день уважаемые зрители обязательно задавайте ваши вопросы в чате канал у нас новый надеюсь вы подписываетесь но самое главное помимо того что нужно подписаться еще нужно нажать колокольчик чтобы вот не пропускать подобные прямые эфиры это обязательный работает когда нажмете колокольчик будет выпадающими не нажмите обязательно на слово на все у все все оповещения ваш итак давайте первый вопрос по завтрашнему послезавтрашнему четверговому заседанию государственной думы пятницу пятницу заседание государственной думы экстренное все правительство уже пошуметь пошумела но из 50 как говорят закрытых пока 42 вопроса а 8 открытых знаете я давайте исходить из того что мы знаем мы знаем что скорее всего будут собраны и госдома и совет федерации а то есть для принятия решений необходимо и госдома и совет федерации с автоматически исключается значительная часть кадровых назначений потому что для них нужны или госдома или совет федерации на министр гражданский это госдома согласует министр не гражданский там вице-премьер согласует совет федерации совет федерации дальше действительно рево опросы войны и мира находится в совместном ведении но объявление войны там премьер от совет федерации газдома для этого не нужно некоторые другие вещи для этого нужна газдома но не совет федерации поэтому если что-то подобное будет то это будет как это не может быть чудовищно звучит это будет не глава возможно я проявлю профессиональный шовинизм как экономист но что у нас было перед закрытием весенней сессии последние две с половиной недели вот мы сидели и ждали когда нам правительство представит очередной очередной пакет антикризисных законопроектов вот мы собирались ждали что это будет завтра значит всем сидеть не дай бог кто едет сидеть завтра будет пакет законопроектов ой завтра наступает пакет законопроект не значит все послезавтра это вот все длилось 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 и только 4 июля вечером стало ясно что 5 июля ничего внесено не будет и поэтому 6 июля мы Мы это обсуждать не будем. А 6 июля был последний день работы. То есть правительство старалось и не успело. Но если правительство 2,5 недели в конце июня не успело, но оно же когда-то должно было успеть доделать, логично, ну вот оно и успело доделать. Вот, значит, 14 числа мы все это получим утречком, рано. Ну, может быть, даже 13 вечера на то, но и 13 число. 14-го утречка мы это получим, мы это почитаем, обсудим в комитетах. И 15-го будем обсуждать уже на ГАСТу. Вот и все. И в тот же день Совет Федерации, поскольку меры, наверное, разумные, но я подозреваю, что они будут, как обычно, кусочно разрывные, поэтому дискуссии вызывать не будут. Будет касаться мелких локальных вопросов, которые носят улучшательский характер. Вопросов не возникает. В принципе, мы это одобряем. Переходят в Совет Федерации, Совет Федерации одобряет, президент подписывает, а с понедельника все это работает. Как это, собственно, и было в прошлые разы. В общем и целом. Тянуть и ждать, пока мы соберемся опять в середине сентября, ну, неприлично, ну, непристой. У нас кризис, в конце концов. Там, как это, боевые действия идут, а мы, значит, откладываем. Так что я не жду ничего катастрофического или экстраординарного. Ну, какие-то кадры и вопросы, может быть, будут решены. Ну, заменят там какого-нибудь министра, которого никто не помнит, как звать. Ну, может быть. Может быть, не заменят. А вы будете одобрять тех или иных министров? Или все-таки как бы будете слушать? Ну, давайте зафиксируем, что я буду читать то, что пройдет у вас правительства. И даже, наверное, с интересом буду читать. Если будет написано что-то вменяемое, я буду это поддерживать. Если будет написано что-то невменяемое, я поддерживать не буду. Но Единая Россия одобрит все, что придет у вас правительства, сомнений нет. Поэтому решения приняты будут. В этом отношении любители политической стабильности могут быть абсолютно спокойны. Знаете, как это в известном телеграм-канале анекдот.ру. Все идет по плану. Успокойтесь. Качество этого плана другой вопрос, но все идет по нему. Помните, был такой фильм от Майкла Мура, Фаренгейт 9.11, рассказывающий о событиях 9 сентября 2001 года, о нападении на башню Близнецы в Соединенных Штатах Америки, когда конгрессмены, к которым обращались о законе Патриот, Майкл Мур проводил расследование, когда конгрессмены ему конкретно говорили, мы не рассматриваем все законопроекты, мы их не можем физически прочитать, такой объем работы. А вот у нашей думы примерно так же происходит. Как происходит работа? Все депутаты распределены по комитетам. Если на какой-то комитет не хватает депутатов, все равно есть люди, которые неформально за этим смотрят. Дальше собирается фракция. И мы говорим, так, ребята, обсуждаем такие-то законопроекты, вот депутаты считают, что нужно голосовать так-то. Все смотрят. Если есть вопросы, они задаются. Иногда бывают столкновения, бывают дискуссии. Иногда дискуссии бывают такие, что фракция разделяется и вводится в свободное голосование. Ну, всякое бывает. Но обычно человек докладывает, что, ребята, решение законопроекта такой-то, характер такой-то, наша политическая позиция такая-то, наша содержательная позиция такая-то, голосовать надо так-то. Если вопросов нет, значит, голосуем так-то. Условно, иногда бывают человеческие факторы, то есть люди не обращают внимания на что-то важное. Иногда это приобретает смешной характер, когда вдруг, значит, кто-нибудь выступает, мы его так слушаем, говорит, да, действительно, мужик-то прав, мы быстренько собираемся и, значит, голосуем не совсем так. Вот за эту весеннюю сессию это было один раз. За весеннюю сессию так не было. Когда мы в зале изменили, так сказать, подход к голосованию, под влиянием очень зажигательной речи, будете смеяться, по-моему, единоросс. Сам себя расстрелял, ну, молодец. Ну, он так убедительно говорит, что дважды два восемь, что, в общем, мы поняли, что проявили соглашательство и не надо. Телеграфный агент Советского Союза вчера сообщил, что лидер вашей партии и фракции, в Государственной Думе Сергей Миронов, предложил понизить все-таки пенсионный возраст обратно на пять лет для женщин до 50 лет. Давайте будем политически корректно. Не понизить, а вернуть на место. А вернуть на место. Знаете, как-то положь птичку. Вот положите птичку на место. Вы как к этому относитесь? Позитивно. Я считаю, что кража у нас пяти лет жизни, это намного хуже, чем кража у нас 900 тысяч рублей, там, с каких-то тысяч рублей пенсии. Потому что деньги можно заработать или вернуть, или другими способами получить, а вот пять лет жизни уже не вернешь. У нас же Путин, когда объяснял народу, помните, что он вводит эту пенсионную реформу, вынужден, значит, и в ручном режиме он же говорил, вы понимаете, денег нет, но не будет денег в пенсионном фонде, если мы так останавливаемся. Простите, пожалуйста, а при чем у вас пенсионный фонд? У вас федеральный бюджет, из которого этот пенсионный фонд датировался, какая разница? Датировать на 2 триллиона, или на 2,5, или на 3, когда у вас федеральный бюджет от этих триллионов захлебывается? У нас на первое, пока не засекретили, на 1 мая без движения валялось 17,5 триллионов, причем только 2 трети из них было признано в фонде национального благосостояния, часть просто валялась на счетах, часть лежала на депозитах в Банке России, на бюджетных депозитах это называется, не обязательно в Банке России. И в марте месяце профицит федерального бюджета 454 миллиарда дополнительно ко всему, так что эти замороженные деньги еще выросли. Ребята, ну куда? У вас деньги уже из ушей лезут. Чего вам еще не хватает? Ну, не могу сказать, чего не хватает. Путин же объяснял. Я же просто, потому что Путин объяснял. Мне очень понравилось высказание товарища Силуанова, когда ему пытались объяснить, что значит, когда 5 лет воруют для того, чтобы лишнюю тысячу к пенсии доплатить, чтобы на эту тысячу люди могли путешествовать по миру. И мы пытались объяснить, что пойти по миру и путешествовать по миру – это разные категории. Но товарищ Силуанов не понял. Ну, с его доходом за 16-й год 7,2 миллиона рублей в месяц, в 16-м году, с того времени, наверное, можно на нолик увеличить или в разы увеличить, не знаю, действительно это понять, эту разницу уловить сложно. Ну, кстати, отлично же, как вы высказали, значит, ходить, пойти по миру или ходить, это путешествовать по миру. Разные вещи. Я вот наблюдаю периодически, как наши доблестные сотрудники полиции, в основном на транспорте, гоняют в метро бабушек торгующих там цветами или еще чем-то. Так что и тут можно пойти. Или у метро. Почему обязательно нужно трогать пенсионеров? Медведев же сказал, что если учителя хотят по-человечески жить, пусть идут в бизнес. Кстати, помните, была замечательная шуточка, когда, значит, большой портрет Медведева и под ним якобы его цитата. Естественно, он этого не говорил, что борется с бедностью очень просто. Нужно ввести налог на бедных, быть бедным станет экономически невыгодным, и все сразу разбогатеют. Помните? Так вот, наша налоговая система, она эту шуточку реализовала. Это не шутка, это описание нашей налоговой системы. А чем человек беднее, тем больше с него дерет государство. Так что действительно, быть бедным экономически невыгодно. Но, к сожалению, люди почему-то от этого не богатеют. Ну, вот я сейчас как раз гляжу, со ссылкой на ИФ, доход всего Анова 37,2 миллиона. Копейки, господи. Это в 21-м. Нищий человек. Разорился. А в 20-м он 34,9 получил, но, видимо, пандемия не мог работать нормально. Меньше получил. Коронавирус разрушает, подрывает благосостояние. Ну, урезали, он же на транспорте ездить не надо, на 15% срезали доход. Это шумар. Так и было. Вот здесь такой интересный вопрос поступил. Значит, про Объединенные Арабские Эмираты. Не чешите! Не чешите. Какая судьба ждет ОАЭ? Как будут распределяться источники доходов с уходом туризма? Насколько долгим и проблемным может быть этот экономический переход? И когда этого можно ожидать? Ну, и также, какова вероятность военных конфликтов в данном регионе? Ну, вероятность военных конфликтов наглядна, потому что там хуситы воюют с Содовской Аравией в Йемене. Правда, эта война сейчас будет затихать, потому что РАН улучшает соотношение Содовской Аравии. Соответственно, конфликт будет потихонечку стабилизироваться и подмораживаться. Но я не очень понимаю, причем здесь уход туризма. Как раз, по-моему, не только что открылись для туризма Объединенные Арабские Эмираты. Ну, коронавесие же заканчивается. Ну, везде, естественно, кроме некоторых частей Российской Федерации. Вот, соответственно... А у нас не отменили до конца? Нет, ее отменили. Сегодня новость, что, значит, в Москве рекомендовано в закрытых помещениях носить маски. Я все жду, когда нам посоветуют надеть полиэтиленовые пакеты на голову, чтобы, значит, снять нагрузку с бюджета. А есть же еще эти... Сейчас же оспы обезьян. То есть, надо и презеровать... А вот насчет оспы обезьян, понимаете, вот это вообще чудовищное глумление над лицами традиционных сексуальных ориентаций. Ну, все же знают, что по статистике, в основном люди, болеющие этой оспой, это гомосексуалисты. Вот у нас есть одно... Понимаете, когда вы используете словосочетание оспы обезьян, вы называете обезьянами ЛГБТ. Не-не-не, мы ничего не называем, все, Ютуб молодец. Это неприемлемо. Нельзя. Это категорически... Поэтому, когда вы говорите оспы обезьян, это унижение людей, оскорбление, тяжкое оскорбление людей по признаку сексуальной ориентации. И на самом деле я не очень понимаю, почему все эти голубые, розовые, квиры и прочие неопределившиеся, и трансгендеры еще не подали в суд на этих людей, которые вызывают их обезьянами при помощи этого термина. Но я бы обиделся, если бы меня обозвали обезьян. Ну, а может быть, они не обижаются, может быть, для них это, наоборот, очень симпатично. Неизвестно, да. Не будем вылезать в детали, но, в общем, термин оспы обезьян я бы постерегся употреблять, потому что вдруг кто-нибудь проснется и всучит вам иск от всего гомосексуального сообщества, всего прогрессивного человечества. Нехорошо. Возвращаясь к Ая... Зная политику Ютуба, мы хотим сразу заявить, что не хотим обижать гомосексуалистов. Прекрасные люди, замечательные. Мы их поддерживаем, мы их любим. Некоторые даже умеют их правильно использовать. И так далее. Не суть. Значит, с туризмом у Аи все лучше, чем последние два года. Зафиксируем это политкорректно. Ну, сильно лучше. С нефтью у них как было хорошо, так и сейчас еще лучше, потому что нефть дороже. Правильно? Третий источник их доходов – это высокие технологии. То же все в порядке. Они нефти же не распихивают по карману, чтобы вывезти за границу. У них сложная проблема. Чем ААЭ отличается от российских олигархов? Наши олигархи на нефти зарабатывают и вывозят эти деньги за границу. Опять ААЭ. Они же сами за границей находятся. Им вывозить-то некуда. Им приходится инвестировать в себя. И они инвестируют очень успешно. И, наконец, четвертый источник дохода – это то, что сейчас они превращаются в хаб для финансовых расчетов. Очень успешно превращаются. И для людей, которые бегут из России, людей, которые бегут из Европы. Такой рай для беженцев. Так что я думаю, что, в принципе, у них все очень неплохо. Когда мир начнет сыпаться совсем и будут рваться транспортные артерии, вот тогда там наступит, там все будет плохо. Потому что они лишатся, пардон, снабжения продовольствия. Для начала. Но тогда они придут на поедание тех, кто к ним прибежал. И некоторое время еще продержатся. Я думаю, что год спокойной жизни у них есть. До следующего лета. А там посмотрим. Может быть, больше. Может быть, больше. Но не меньше. Но не меньше. Давайте к вопросам зрителей перейдем. Так что ООН, наверное, сейчас это один из самых спокойных мест. Одно из самых спокойных мест в мире. По крайней мере, из тех спокойных мест, где можно не умереть со скуки. Не был, не могу сказать, пустыня. Я смотрел на карте сапог сапогом. Я там один раз был проездом. Не моя часть света. Но людям нравится. Ну и пусть нравится. Ну, наверное. Опять же, они неплохо вкладывают в опреснители. Они хорошо развивают. Они очень хорошо развивают высокие технологии. Они сказочно хорошо в высоких технологиях. Катар ОАЭ. Это то, с чего Бен Сальман берет их за образец для своей модернизации. А наши чиновники не берут, потому что там тепло, а здесь холодно. Поэтому все деньги уходят на утепление. Нет, нет, нет. Главное... Там мазанку можно построить. Понимаете, там же арабы. У нас недостаток арабов. А сейчас в Европе будет какое? В Европе мы желаем успеха. Мы желаем преодолеть энергетический кризис. Мы желаем им преодолеть кризис продовольственный. Мы желаем им преодолеть кризис интеллектуальный. Это все несбыточные пожелания. Тем с большим удовольствием мы им желаем. Может быть, еще пожелать им преодолеть кризис власти, властный кризис, элитный. У них же там все прекрасно. Слушайте, зачем же так глумиться-то? А, не будем. Ну, как не поглумиться над этим прекрасным Борисом? Нет, ну подождите. Германия явила нам единственный пример не просто обиженной лирной колбасы, а обиженной лирной колбасы, которая действительно обиделась. Согласитесь? Да. Нормально. Мельника же выслали. Да. Лирная колбаса вправду обиделась. Да, да, да. Так что Штайнмайер разговаривал с Иленским очень жестко на эту тему. Как ты мог, слушай, ну как, ну как, простите, не будет тебе 8 миллиардов. 9. Уже 9. Они, они миллиард уже одобрили. Уже одобрили? Да, да, да. Ну, не Германия одобрила, ЕС в виде макрокредита. Мельников. Это человек, который стоит миллиард евро. Реально. Чеков. Позвали и получили миллиард на следующий день. Хороший бизнес. Они его могут сейчас отозвали и вернуть обратно. Я думаю, что они его должны предоставлять в аренду. Знаете, какой-нибудь российский олигарх берет Мельника в аренду, отправляет его в качестве своего представителя, дальше его отзывает и получает миллиард евро. Отличный бизнес. Макроэкономического кредита. Ну да, а 10% можно отдать, так сказать, собственникам товарища Мельника. Да. Это же хорошо. Отличный бизнес, слушайте. Я бы порекомендовал его использовать ДНР, ЛНР. Знаете, Мельник в качестве посла ДНР в Германию. Или неофициально представитель. Это будет стек. Да, это будет жесткий стек. А, с другой стороны, миллиард же. Это миллиард. Ну, опять же... Пригодится. Пригодится. Где и как чесаться будут. А если покупать французские гаубицы «Цезарь» не по стоимости в магазине, да, сколько там, 7 миллионов евро? 7, по-моему, да. Да? А по стоимости по цене на Украине, то есть за 130... 120. 120 тысяч евро. Это же какая экономика. Один Мельник. Это же сколько можно этих гаубиц накупить? Больше, чем их произвели. Ну, пока мы взяли две. Кто помог, не знаю. Ну, спасибо этому украинскому... Хорошая скидка. Слушайте, прекрасный бизнес. Прекрасный бизнес. Да. Мы вот все ждем, когда подойдут более современные американские вооружения. Это называется «Димпинг». Украина, по-моему, находится на первом месте среди стран, торгующими незаконно торгующими оружием. Ну, на самом деле, она здесь ни при чем. Потом, когда начинали ее накачивать в конце прошлого года, у англичан была схема очень простая. Они там в Ливии вместе с турками воевали с франко-египетской коалицией. Соответственно, нужно было туда загнать побольше хорошего оружия. И они это оружие стали загонять через Украину. Ну, и Украине тоже много чего доставалось. Но эта схема работала с самого начала. И конфликт, связанный с тем, ну, все эти истерики по поводу того, что, ах, украинцы продают оружие куда-то налево, это связано с тем, что французам очень не нравится, когда их, так сказать, советников и прокси лупят оружием, которое они же оплатили в качестве европейцев. Они, как европейцы, поставляют оружие Украину. Украина, по согласованию с англичанами, это оружие продает, ну, везде, где можно, но в том числе английским прокси в Ливии. И эти англо-турецкие, точнее, прокси в Ливии применяют это оружие против франко-египетских прокси. В результате Франция оплачивает убийство, в том числе собственных офицеров. Ну, практически как Газпром. А как быть тогда с тем, как оно к нам попало на Уралвагонзавод? То есть, у нас же вроде как бы связанности железнодорожной нет. С кем? С Украиной. Ну, послушайте, ну, когда вы в магазине что-то покупаете, такое хорошее, дорогое, да, вам же продавец может донести вашу покупку до багажника машины. А, понял, Укрпочта, да. Ну, да, Укрпочта работает, нормально. До Уралвагонзавода. Ну, нет, зачем, зачем. До первого станции, до багажника машины. А дальше РЖД довезут. В чем проблема? Видите, сервис на Украине все-таки есть. Вот не нужно недооценить. Ждем что-то более современное, что есть у американцев. Тоже хочется купить. Ну, вот по Хаймарсам пока не удается сговориться в цене. Наши же, понимаете, наши же... Посмотрели, какая скидка была на Цезарь. И, соответственно, аналогичную скидку хотят получать на Хаймарсе. А украинцы говорят, не-не, ребят, мы продешевили. Давайте скидочка будет поменьше. Ну, идет дискуссия. Ну, как обычно на базаре. Скарь Йорк спрашивает, что вы имеете в виду, когда говорите про ли религиозный страх счастья у русских, хорошо это или нет? Это плохо с точки зрения физлица, потому что мы боимся действительно как греха счастья. Это есть такая проблема. Это хорошо с точки зрения выживания коллектива, потому что мы все время стараемся расти над собой. Но с точки зрения личности это очень неудобно, потому что стоит вам быть счастливым. Сразу вспомните, как дети голодают в Африке, и ваше счастье на этом заканчивается. Но это встроенный двигатель прогресса в нас, потому что когда все комфортно, как в рекламе, то, соответственно, на этом прогресс заканчивается, потому что зачем что-то пытаться сделать. А вот когда гвоздь моем сапоге кошмарничьим фантазией у гетто, возникает желание как минимум этот сапог починить. Скажите, пожалуйста, властная группа, семья, в которую входит Володин, насколько сильные позиции сейчас имеет? Насколько вероятно, что сам Володин будет следующим президентом России? Я даже не знал, что кто-то его к семье. Это, видимо, Ельцинская. Семья имеется в виду Ельцинская семья. Других семей у нас так не обозначается, что в нее входит Володин. У меня большое изумление. Скорее всего, автор перепутал Володина с Волошиным. Волошин в нее действительно входил, но он уже никуда не попадет. А Володин президентом, думаю, что это нереально. Думаю, что если кто-то составляет список претендентов, то если туда Володина и включают, то чтоб ему нагадить. Других аргументов просто нет. А выступление, допустим, главы Следственного комитета, вот последний год он прям активно где-то даже критикует и говорит об образовании. Образование в том числе. Говорит, нужно к советскому возвращаться. Но я думаю, что он просто поговорил там условно со своим внуком и обнаружил, что человек, имеющий красный диплом, не знает ничего и ни о чем. Ну, это в качестве гипотезы. Ну, например, у меня реальная проблема найти человека, который пишет без грамматических ошибок. Я, правда, недалеко сегодня перепутал Гельфанда с Вильфандом. Я приношу извинения им обоим. Но зато люди дописали фамилию Вильфанда. Это скроматическая ошибка. Это журналисты? Зачем? Сотрудники. А, сотрудники. А в Гугле их забанили, видимо, да? Нет, в Гугле не забанили. Ну, просто потом пришлось исправлять. Ну, я обычно подобные вещи, ну, как привык сразу, либо в словарь лезу. Ну, это уже опыт журналиста. В словарь лезу. Яндекс. Или Яндекс в данном случае. Глянул, пишется вот так. Все, поправили. Владимир Сигунов... А кофе? Вот кофе, это какого рода? Кофе, с точки зрения современности, это он, оно, точнее. Кофе, оно. Кофе, это он. Оно, это безграмотность, которая тщится стать нормой. Но в норму включена. Ну, это уже, знаете, парашют через У. Но сам по себе это вопрос абсолютно недопустим, потому что это сексизм. Ну, как, у нас же по родам. То есть, я согласен с тем, что кофе имеет исходную от кофеина, как он. Но с точки зрения нормы, его можно использовать как оно. Ну, можно говорить, можно спорить. Ну, хотя, на самом деле, в исходнике, конечно, он. Я здесь... То, что дети твердо выучили после ЕГЭ, то, что постановка такого вопроса, это неприемлемый сексизм. В Европе так точно. Нам в Европе бы сказали, как его на новое, а что? А, у меня есть знакомая, американка, молодая девушка, 21 год ей, она в Техасе, она учит русский язык. Ну, ей нравится переводчикам, испанский учат русский. И вот она меня спрашивала, научи меня склонять к парадам. Иван родил девчонку, велел тащить пеленку, по падежам, значит, и парадам. Ну, я парадам-то проще, там три рода, да? А вот по падежам я начал ей... Ну, знаешь, отвечает на вопрос. Она, а зачем? Ну, как, ну... Вот именительный падеж, он отвечает на вопрос. Для более полного восприятия и выражения окружающего мира. Потому что, вообще-то говоря, падежи у нас было в русском языке 13. Потом мы резали. И до нынешних семи, по-моему, просто редуцировалось. Редуцировались. Хотя, если вы почитаете смс-ки, как люди друг другу пишут, в общем, одного падежа вполне достаточно. Не знаю, не знаю. Я... Тех, кто мне пишет какие-то смс-ки с ошибками периодически, поддергиваю, говорю, ну, как так? Ну, как можно допустить в таком ошибку? А вы знаете, это Т-9. Это на Диком Западе, ну, во времена демократии, самая распространенная надпись на загробном памятнике была надпись «Застрелен по ошибке». А сейчас, через некоторое время, у нас на надгробных памятниках появится аналогичная надпись «Проклятый Т-9». Застрелен по ошибке за Т-9. Неужели ФНБ весь уйдет на СВО? Да пока ничего не ушло на СВО. По-моему, в рамках... Пока СВО осуществляется, прости господи, в рамках федерального бюджета, принятого в конце прошлого года. И просто те деньги, которые планировались на маневры, они, судя по всему, пошли на СВО. Вот и все. Ну, может быть, там какие-то дополнительные резервы, но просто пример. У нас в мае месяце, профицит федерального бюджета, 454 миллиарда рублей. За весь этот год, единственный дефицитный бюджет, это был апрель. Тогда был дефицит 262 миллиарда рублей. Но не из СВО, а потому что у нас какая-то совершенно гомерическая сумма, там 643 миллиарда, пошло на поддержку российской экономики. Хорошо, коллеги. Я бы очень хотел, чтобы у нас ФНБ ушло на СВО хотя бы наполовину. Потому, что тогда все это кончилось бы значительно быстрее, со значительно меньшими жертвами. И с нашей стороны, и с украинской. Потому, что чем дольше вы тянете, тем больше потерь. Но Владимир Владимирович же сказал несколько дней назад, что, ну, вы знаете, мы же по-настоящему ничего не начинали. Я являюсь принципиальным противником глумления на Верховном Главнокомандующем, путем его цитирования. Прошу. Путем его цитирования. Вот поэтому, вероятно, я и просто рядовой депутат Госдумы. Ладно. Не глумимся мы над Верховным Главнокомандующим. Вы его цитируете. Вы его цитируете. Да, я цитирую. Этого достаточно. Для глумления. Но я же не Песков, Дмитрий. Это тот несет пургу. Опять же по цитате. В ВК от лица непонятных субъектов проходят опросы россиян по вопросам государственной политики. Это сейчас, когда Запад объявил Россию войну на уничтожение. Неправильно ввести законодательный запрет. В ВК. Законодательный запрет на что? На опросы? Или на ответ? Может быть, всех заставить зарегистрироваться, чтобы... Я бы зарегистрировался, чтобы у всех было по паспортным данным, чтобы не было анонимных адресов. Я совершенно против этого не возражаю. Более того, у нас и так нет анонимных адресов. Потому что, чтобы зарегистрироваться, вы должны вбить либо телефон, либо что-то. И по телефону, и по электронной почте вы идентифицируетесь на раз. Также то, что ВК являлся основной, пока не запретило, украинское государство, основной питательной средой для самоорганизации нацизма на Украине, это взволновало не российское государство, это взволновало украинское государство. Они открыли. Они открыли все-таки. Да, они запретили все сайты, ютубы, ну, не ютубы, а вот рутубы и прочие, прочие. Но открыли все соцсети, одноклассники, ВК. И в ВК активно сейчас украинофобия, если наши чистят, то чистят. Но я жаловался несколько раз и писал заявление в прокуратуру, до сих пор не отвечают. Ну, прошло уже там. Сначала специальная военная операция, мне отвечает прокуратура до сих пор. Ну, понятно. Ну, они читают, там же вы же, наверное, много букв используете. А в ФСБ на сайте, кстати, электронную почту берешь, в ФСБ что-нибудь пишешь, и тебе возвращается письмо, что, ну, данная почта отсутствует. ФСБ собак ФСБ РУ. Почта отсутствует? Может, и ФСБ тоже отсутствует? Не знаю, они разведчики внутренние прячутся, наверное. Так что, а раньше на ФСБ собак ФСБ РУ я отправлял, и мне... А знаете, я думаю, я еще просто почтовый забился, и все. Ну, вот раньше мне возвращалось, просто через несколько месяцев приходило просто. Спасибо. Осказательный знак. Ну, я... Я, может быть, девушка получила повышение, и все, и не стало. А, направили в военно-гражданскую администрацию, соответствующие территории. Обсуждалась ли в Думе программа развития Галушки, и что лично вы думаете о книге «Кристалл Рост»? Не обсуждалась, потому что эта программа направлена на развитие страны. А задача социально-экономических властей Российской Федерации, как я понимаю, остается прежненько в течение 35 лет национального предательства, разграбление и уничтожение страны. Но если вы воруете, а вам дают книжку, как быть честным, вы не очень понимаете, что это такое и что с этим делать. А что касается самой книжки, книжка хорошая. Она описывает, как развивали страну временная индустрия. Очень много полезного. Только, вообще-то говоря, у нас сейчас уже две эпохи после этого прошло. И сейчас, конечно, ее нужно адаптировать к современной реальности. Все остальное очень хорошо. Хрущевская, да, потом Горбачевская. Нет, это индустриальная эпоха. У нас потом была эпоха с 91-го по 2020-й. Это была эпоха информационной эры, когда открытый интернет, и когда человечество было организовано в форме бирж, а главные были финансовые спекулянты. В 2020-м году началась эпоха социальных платформ, искусственного интеллекта, когда открытый интернет уже перестает быть. И это уже другая организация. Ну, так, вселенная мета ее сейчас вызывают, да. Ну, условно. Есть ли экономическая модель, в которой цены не растут год от года, а падают? Есть. Считайте того же самого Галушку. Было время, и цены снижали. Да. Я в высотке. А потом, когда 1 апреля 54-го, по-моему, года, или 55-го ничего не случилось, 1 апреля стало днем дурака. 5-6 лет назад Путин, Шойгу и Медведев вместе ездили на русский север, в Арктику. Не знаете зачем? Без понятия. Отдохнуть, может? Они любят. Они любят же в тайге. Ну, да. Как ни посмотришь, Путина, Шойгу в тайге рыбу ловят. Да. У меня, как бы, истории из жизни. Значит, ну, вот они отловили рыбу, все хорошо, значит, охрана расслабилась, сидит, костерок ушится, водочка, начальство сел, все отдыхает, спускается, заговорит такой дедок с берданкой. А что ли, мужике? Путин был? Да ладно, отец, ну какой Путин? Ну, что ты привиделся? Да ладно, ребят, я в оптический прицел, как в телевизоре, видел. Рогозин на чьей стороне? Условно, государственники или либералы? Вы знаете, Рогозин, я думаю, он на стороне государственников. Но, учитывая его эффективность, лучше бы он был на стороне либералов. Потому что, как бы, эффективность этого товарища должна быть направлена в правильный сторону. Это как Румыния, которая во время войн являлась основной проблемой для тех, на чьей стороне она выступала. Так, по-моему, Тарасич Рогозин, это некоторый аналог Румынии. Хотя, возможно, я ошибаюсь. Вы знаете, журналист, хороший журналист, который находится на должности, который требует управлять инженерами, это, конечно, непереводимый источник для инженерного фольклора, неиссякаемый. Но с точки зрения управления, это скорее беда. Я не могу не задать, ну, это не вопрос, в большей степени утверждение, даже замечание от некой Юли Ивановой. Михаил Делягин посидел за год, работав в Думе. Это что, вредное предприятие? Да нет, это просто, как бы, помягше. Она меня еще пять лет назад не видела. На самом деле, на этот счет есть замечательная шуточка, что вот мыть голову каждый день – это извращение. Потому что, если каждый день мыть голову, то волосы стираются до седины. А вот если голову не мыть, то буквально через две недели волосы приобретают прекрасный исходный коричневый цвет. Все счастливы. Юлия, Михаил Геннадьевич хочет сказать, ну, мне так кажется, что он подкрашивается для импознанки. Нет, я не подкрашиваюсь, но действительно, я скорее потемнел за последние пару лет, чем посидел. Я когда на солнце долго, ну, потому что светленький, я вообще в пепельного, очень быстро, буквально там день-два, и я сразу пепельный такой блондин, выгоревший. Я посидел полностью после пенсионной реформы, тогда я был беленький. Ну, не совсем, но так тоже. А потом потихонечку пигмент стал возвращаться. Пенсионная реформа и на вас даже так действует. Ну, слушайте, если вас кирпичом по голове дать, это на вас же подействует, ну, и на меня действует тоже. Так и на всю страну. Ну, да. Ну, тут вопрос, опять же, скорее всего, погалушка. Как вы относитесь к сталинской модели 1937-1953 годов, госплана и госнабу? Очень позитивно. Хорошая модель. Давайте не будем забывать, что в сталинской модели доля малого и среднего бизнеса, выражаясь современным языком в промышленном производстве, была четко выше, чем сейчас. Так, чтобы не путать. В 1940 году, по-моему, 6% с небольшим. Давай научиться исследовать их институты частных, телевизии в Ленинграде частные и так далее. Можете себе такое вообразить? Скорее всего, нет. Ну, много было артельного производства. Первый телевизор и артель. Ну, да, я и говорю. 6% объема промышленного производства, это был малый и средний бизнес. Который давал 80% разнообразия товаров народного потребления. Ну, товаров народного потребления просто было за 60% всех. Нет, 80% разнообразия. Да, естественно. А давали они, по-моему, 30% в объеме всего. Ну, да, по Галушке там написано. Ну, давали они, скажем так, в громадном производстве для зрителей немного, но удовлетворяли полностью население. То есть, кофейни и так далее. И никто из социалистов не предполагает взять и отнять. Это у комедии собачье сердце отнять и поделить. Это вот эта фраза, которую вы ели и вот боитесь. Никто забирать не будет. Надо забрать крупные, национализировать крупные предприятия, которые наукоемки, которые естественные монополии. Вернуть назад. Надо вернуть народу. Украденные. Которые сейчас... Вот, кстати, смотрите, зайдите на сайт Красное ТВ, к Двуреченскому, посмотрите. У него пять программ вышло про национализацию топливно-энергетического комплекса. Да и у нас здесь тоже Марцинкевич рассказывает. Понимаете, вот не отобрать, а вернуть украденное. Давайте не будем путать. Согласен. И норильский никель тоже. А почему только норильский? Нет. В том числе. Ну, конечно. Там же все надо. Получается, всю промышленность... Нужно ли нам пересмотреть вот эти вот приватизации? Нет. Значит, с точки зрения развития. Для того, чтобы могли развиваться высокие технологии, надо снизить материальные издержки. Потому, что если у вас все деньги уходят на ЖКХ, вам нечего инвестировать в интеллект. Поэтому ЖКХ, коммунальное хозяйство, энергия, водоснабжение, материальные ресурсы должны быть по себе стоимостью. Правильно? Правильно. А кто у нас производит материальные издержки? У нас производят олигархи. Это высокомонополизированные отрасли. А как сделать так, чтобы высокомонополизированные отрасли работала не на яхту олигарха, а работала на общество в целом? Вот она, наверное, должна принадлежать обществу в целом, а не олигарху. Значит, все нужно нахрен национализировать, включая основную часть банковской системы. Госпожа Анна Виловна постаралась. У нас из 10 крупнейших банков, по-моему, 7 государственных. То есть, она уже этот путь в значительной степени прошла. Ну, естественно, госсобственность должна управляться в интересах общества, а не в интересах назначенных государственных олигархов. Но пример этого нам показывает, скажем, Роснефть. Достаточно убедительно. Или там Этартас показывает. Или Реановости. Сбербанок пока не очень хорошо показывает, но некоторые достижения имеют место быть. Так что здесь есть вполне приемлемые примеры, с которых можно брать пример. И национализировать за деньги, не надо грабежа, нужно 51%, чтобы был простор для частной инициативы. Пожалуйста, снижайте себе стоимость, зарабатывайте на экспорте, занимайтесь техническим прогрессом, никаких вопросов уже нет. Национализировать тоже элементарно, за деньги. Ну, на первом этапе нужно посмотреть, как это было приватизировано. И заплатить компенсационный налог, за который даже Явлинский ратовал, правда, 20 лет назад, но, знаете, даже Явлинский был за это. Собственно, он-то это и внес в эту тему. Когда, если есть разница между тем, сколько стоил актив в моменте приватизации, и сколько за него пришло денег в бюджет, разницу должен компенсировать олигарху. Естественно, со всеми процентами. Может компенсировать натурую, то есть акции. Ну, тот же самый Норильский Никель, там, если из него несколько миллиардов долларов вынуть из оборота, ну, предприятие ляжет. Не нужно вынимать деньги из оборота, выньте акции из кармана одичалых. Или, наоборот, цивилизованных владельцев. Дальше, следующий, там, надо посмотреть, а что у нас с недоинвестированием. Потому, что не менее половины прибыли нужно инвестировать в производство, по общему правилу. А если взять у нас, скажем, три веселых олигарха, которые, там, ультиматум государства, как я понимаю, предъявляли, там, Лисин, по-моему, Мордашов и, по-моему, Абрамович. У них, по-моему, если я правильно помню, прибыль была за полтора миллиарда, а инвестирование в себя за полтора триллиона, а инвестирование в себя, в свое производство, 400 с небольшим миллиардом. Ну, так, ребят, недоинвестированное нужно же вернуть обществу, чтобы оно эти деньги инвестировало. Ну, а дальше, после выплаты всех этих долгов, пожалуйста, по рыночной цене можно выкупать на бирже. Ну, правда, олигархи, скорее, должны обществу, чем обществу олигархов. Но, если кто-то из них был эффективным управленцем, то, конечно, общество ему заплатит, сколько положено. В чем проблема? А не будет ли дворцового переворота в таком случае? То есть, если будет, как от него избавиться? Ну, то есть, избежать его. Понимаете, если вам не нравятся тараканы, то их нужно выморить. Это не про олигархов, не вздумайте. Это не про олигархов. Мы не называем людей так. Это про дворцовый переворот. Если вы держите при себе людей, которые могут устраивать дворцовый переворот, так, наверное, не надо их при себе держать. На Колыму по комсомольским путевкам. Зачем? У нас есть огромный простор для работы. Вся страна недоинвестирована. В стране нужны эффективные управленцы. А с другой стороны, чтобы не было дворцового переворота, не нужно дворца иметь. Имейте кабинеты в офисах. В чем проблема? Никогда не слышали про офисные перевороты. Потому, что их не было в истории. Александр Булл очень расстраивается, судя по... И говорит, гон какой. Гон какой-то. Страну душат, а эти, то есть мы, зубоскалят. Вот. Оказывается, смеяться нам сейчас запрещено. Александр Булл запрещает. Грустный. Грустите, Александр Булл. Александр, напишите мне, я законопроект внесу. Потому, что запрещается смеяться. Кстати, над начальством смеяться запрещается. 282 статья Уголовного кодекса. Ну, правда, она не применяется в этой сфере. Но может применяться. Анна Кобзенко. Михаил Геннадьевич, вы сказали в вашем стриме, что вроде бы будут поднимать пособие ЛОУ. Пособие ЛОУ это что такое? Не знаю. Пособие ЛОУ. Я не знаю, что это такое. Лиц, наверное, ОУ. Но вот я никакой информации на сайте Госдумы не нашла. Может, не там искала. Нет. Во-первых, я не говорил, что будут поднимать пособие. Я говорю, что Госдума делегировала правительству право поднимать любые пособия, как ему вздумается. Это я говорю. А про планы в повышении. Там есть какая-то индексация. Лицо, осуществляющий уход. ЛОУ. А, это для инвалидов первой группы, которым сейчас пособие 1200 рублей, и при этом запрещено работать категорически. То есть, людей, которые ухаживают за инвалидами первой группы, они лишены возможности жить. Даже с формально-бюрократической точки зрения. Потому что они получают пособие менее 10% от прожиточного минимума, даже официально. Инвалидам первой группы запрещено работать. Нет, нет, нет. Лицам, которые ухаживают за инвалидами первой группы... Запрещено работать? Да. Им запрещено получать какой бы то ни было доход, кроме этого пособия, в 1200 рублей. Если они где-то подрабатывают, то им эти 1200 рублей с них снимают. Какой бред. Ну, Единая Россия, чего вы хотите? И, значит, был действительно внесен законопроект о том, чтобы это дело отменить. И, по-моему, даже в первом чтении его, по-моему, принимали. Надо проверить. Но только в первом чтении, не дальше. Ядро прям совсем с ума сошло. Ну, как? Были истории. Мне писали люди, что вот на 1200 рублей пошла там помыть посуду или полы помыть. А ее на этом поймали. И все, и привет. Это полный идиотизм, да. Да. А на что жить? А пускай олигархи, да, следят, являются волнами, им как раз 1200 рублей на семечки. Конечно. Набор добровольцев в ИК, то есть, исправительной колонии, явно правда или ложь? Я так понимаю, из ИК, наоборот, добровольцев. Речь идет, возможно, на пресс-во, не знаю. Никогда не слышал. Да, Владимир Сугунов, уточните, у нас осталось мало времени, если вы нас слышите, уточните ваш вопрос, потому что непонятно. Какие перспективы у крестьянских хозяйств? Например, семья и посевные площади около гектара. Какое это крестьянское хозяйство с гектаром? 20 гектаров, 30 гектаров. Это подсобная приусадьба. Все зависит от того, есть у вас рынок сбыта или нет, а насколько устойчив ваш рынок сбыта. Мой отец – почетный донор СССР. Куда обратиться, чтобы он получил льготы? А законам они предусмотрены или нет? По-моему, они сняты. По СССР надо посмотреть. По России, скорее всего, есть какие-то? А, это же все отменялось. Это же все отменялось в рамках рыночной экономики. Так что это надо посмотреть просто по действующему законодательству и все, так обращаться в соцсистему Минсоцзащиты. Но надо сначала посмотреть по законам, положено ли ему что-нибудь. Как вы думаете, какие шансы вступления Польши в зону СВО? Действительно ли она, Польша, попытается присвоить ей часть территории Украины? Думаю, что попытается. Думаю, что попытается. Конечно. Такое дело все может быть. Вопрос не совсем понятный, Мария Лайонес. А как это тогда укладывается, что недра должны принадлежать народу? А кому они должны принадлежать? Мария, как вы считаете? Не понял вопрос. Но это, видимо, комментировали тему, когда мы говорили о национализации. Нет, недра должны принадлежать народу. А извлекаемый из недр принадлежит частным фирмам. Это сейчас. А должно же быть народу? Должно принадлежать народу, конечно. Какие практические последствия разрыва установления дипломатических отношений? Разрыва установления дипломатических отношений – это что? Какие практические последствия, если мы с кем-то разрываем или устанавливаем дипломатические отношения? Если мы с кем-то устанавливаем дипломатические отношения, то гражданин нашей страны на его территории и их гражданин на нашей территории получают защиту своего государства непосредственно через посольство. Можно заниматься бизнесом и все остальное. Если дипломатические отношения не установлены, то, соответственно, защищать граждан на территории друг друга некому, защищать бизнес на территории друг друга некому. Есть случаи, когда соответствующие функции передаются посольствам третьих стран. Скажем, в России с Грузией, не знаю, как сейчас насчет дипломатических отношений, после 2008 года, по-моему, их не было. Поэтому на территории Грузии швейцарское посольство выполняло функции российского, на территории России швейцарское посольство выполняло функции грузинского. Если грузины обижали в Россию, он шел в швейцарское посольство. Если русского обижали в Грузию, он шел в швейцарское посольство. Ну, было так. Сейчас не знаю. Да, ну, вот уточняет Владимир Сугунов, который про ИК спрашивал. Извините, значит, фейк просто часто упоминается. Спасибо. Не слышу. Я не знаю, фейк это или нет. Я просто не слышу. Это может быть так и быть, но вряд ли. Сильно вряд ли. У нас достаточно профессиональных военных, которые могут и заниматься. Ну, потому что у нас же сейчас очень либерализованное законодательство. То есть, если человек попадает в справительную колонию, то есть, он реально преступник. Такой, серьезный. Возникает две проблемы. Первая. Он не имеет военной подготовки, обычно имеет подорванное здоровье. Кокаин, наркотики, алкоголь и все остальное. Соответственно, что ему делать в зоне боевых действий, когда он с подорванным здоровьем? Вторая проблема. А у него мотивация-то не предусматривает защиту Родины, как правило. Есть, конечно, исключения, но это, как я понимаю, именно исключения. Это на Украине проводят сейчас, на нашей. На Украине нет права. Да, а у нас нет. У нас пока смысла не имеет. Есть ли шанс, спрашивает... Не, на Украине решают задачу утилизации преступного элемента таким образом. Там, по-моему, все и утилизируют. Все, что плохо это. Пермакра. Есть ли шанс на замену маршруточной мафии в Московской области и регионах на цивильный госперевозчик? Сегодня не вижу. Это же еще этнические мафии ко всему. Выбить невозможно пока. Ну, пока нет никакого желания. Где-то есть. Где-то это делается, но это все усилиями губернаторов делается пока. Вася Куралесов спрашивает. Как вы относитесь к Примакову, старшему? Позитивно. Позитивно я с ним работал, его хорошо помню. Он тогда был очень уважаемым. И сейчас он очень уважаемый. Памятник ему стоит в Москве. Напротив МИДа. Все отрасли должны быть национализированы. Никаких доплат всех, кто участвовал в преступной партизации в Магадан. Иван Иванов не в Магадан, а в Солнечный. Магадан. Чем же вам так Магадан-то не понравился? Понять не могу. Над Магаданом есть маленький городок, где ИК находится. Называется Солнечный. Солнечный Магадан. Вот они. Оттуда и название. Ну все, вопросы у нас закончились. И время подошло к концу. Спасибо большое. Счастливо. До следующего вторника. С нами был депутат фракции «Справедливая Россия» за правду в Государственной Думе Михаил Геннадьевич Делягин, экономист. В студии работал журналист Михаил Кокарев. Обязательно еще раз напоминаю, подписывайтесь и тыкайте на колокольчик. Это очень важно, чтобы ничего не пропустить. До скорых встреч. Счастливо. Счастливо.